Хочу записывать звук дома, но так, чтобы недорого. Звуковые карты от Behringer. Дешевые, но не стыдное качество. Вы на канале DigiShopBuy, а меня зовут Тринск. Если вы первый раз с нами, то мы снимаем много обзоров, гидов, лайвов и обучалок на музыкальную и студийную тему. Если тебе это интересно, то подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе. Сегодня посмотрим на линейку одних из самых дешевых звуковых карт Behringer. Рассмотрим, какие модели есть у компании, что идет в комплекте, с какой картой и какой софт поставляется. Поговорим о нюансах драйвера, обсудим, почему они такие дешевые и стоит ли их вообще покупать. Расскажем о цене в нашем регионе и, конечно же, поделимся промокодом на скидку. Погнали! Модельный ряд состоит из карт Behringer Euphoria UM2-3600 и UMC22-4400, UMC202HD7300, UMC204HD8800, UMC40411300 и UMC1820, 20200 рублей. Цены на них и так впечатляющие, но если вы будете заказывать их в магазине DigiShopBuy, то вы можете воспользоваться промокодом UUMC и получить их со скидкой. Есть доставка по всей России, Белоруссии и Казахстану. Ссылочки на карты и промокод я оставлю в описании. Рассматривать серию сегодня будем на самых бюджетных представителях Behringer UM2 и Behringer UMC22. Если вы хотите приобрести звуковую карту, которая решит все ваши задачи и не ударит по карману, то вы наверняка наткнетесь на этот бренд. А если при этом вы уже давно работаете со звуком или хотя бы немного разбираетесь в оборудовании, то трижды подумайте, прежде чем его купить. Да, действительно, Behringer за столько лет на рынке успел зарекомендовать себя как один из самых ненадежных брендов. А на выставках, когда подходишь к стенду компании, представители частенько отвечают на вопросы в стиле... Ну, это же Behringer. Мол, а что вы тут хотите? Цены вообще видели? Но вот со звуковыми картами что-то пошло не так. После обновления прошло уже несколько лет, а проблем все нет и нет. Давайте по порядку. Выше перечисленные мной карты отличаются только лишь количеством входов и выходов. В комплекте со всеми поставляется мануал, кабель подключения и стикер. А с версией UMC 404 HD еще и блок питания, так как карты питаются от сети и питания компьютера им недостаточно. Карты из разряда топ за свои деньги. Собраны они хорошо, но бы крутятся плавно и удобно. Функционал за такую стоимость уникальный. Скорее всего, вы не найдете ничего в их ценовом диапазоне с такими же возможностями. Софта в комплекте практически нет, только их секвенсор, который скорее всего мало кому нужен. Частота дискретизации от 48 кГц до 192 кГц с глубиной от 16 до 24 бит, в зависимости от модели. Кнопки дешевые и люфтят, но нажимаются плавно. Конверторы практически во всей серии стоят одинаковые, кроме UM2. Здесь еще старые от Xenux, а вот с версии UMC 22 внутри уже стоят конвертеры от Midas, компания, которая известна производством своих больших концертных микшеров. Самые бюджетные карты компании UM2 и UMC 22, помимо количества входов, отличаются еще отсутствием отдельного регулятора громкости на наушнике. С серии UMC 202 HD добавляются кнопки переключения входа с линейного на инструментальный и кнопка аттенюации. А с серии UMC 204 HD добавляются еще кнопки переключения между выходами на мониторы и регулятор микса. На моем MacBook Pro 2015 года с i5 процессором, оперативной памятью 8 гигабайт и тактовой частотой 2.7, минимальная общая задержка составляет 4,24 мс, как для UM2, так и для UMC 22. Задержку при остальных размерах буфера вы можете видеть на экране. На других компьютерах и в других системах задержка может отличаться. Уровень шума входных каналов этих карт не везде одинаков. Притом интересна закономерность, что серия UMC 202 HD обладает уровнем шума ниже остальных. То есть у 202 серии он составляет минус 129 ДБУ, а у остальных в районе минус 128. Для сравнения, например, у популярных звуковых карт Focusrite этот показатель составляет минус 128 ДБУ. Что удивительно, усилителей этих карт хватает для того, чтобы раскачать высокоомные наушники, при том еще даже остается хороший запас по громкости. Интересный факт по поводу драйвера. Как такового специального драйвера под карту Behringer у них нет. Все они работают на универсальном ASIO драйвере, который подходит практически для любых устройств. То есть похожим на тот, который устанавливается вместе с секвенсором FL Studio и называется ASIO for All. Не могу отметить, что это как-то влияет на стабильность. Относительно большие проекты карта тянет нормально и не отваливается, по крайней мере на маке. Если у вас был опыт использования с Windows, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях. Давайте запишем что-нибудь и послушаем, как звучат предусилители. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Запись качественного аудио на ваш Mac или Windows ПК станет простой задачей при использовании для этих целей интерфейса Behringer Euphoria UMC 22. Вам не понадобится дополнительное оборудование для записи, так как UMC 22 обладает всеми необходимыми функциями для начала работы. Отличительной особенностью является наличие предусилителя Midas с возможностью подачи фантомного питания 48 вольт. Что ж, как-то так. Поделитесь, что думаете по поводу звучания этих карт в комментариях. А если вы являетесь обладателем какой-то из них, то расскажите ваш опыт использования. А от себя могу добавить, что за время подготовки этого обзора эти карты меня действительно удивили. Я так же, как и многие, отношусь к этому бренду скептически. И до сих пор мне кажется, что то, что они сделали со звуковыми, это что-то неладное. Такого быть не может, чтобы карта работала стабильно, не отваливалась, не было шумов и каких-то проблем. И даже странно, что такой функционал и звук предлагается за столь низкую стоимость. Лучше в этом ценовом диапазоне, думаю, найти будет непросто. Так что при очень ограниченном бюджете вы можете ставить их в список рассматриваемых. А у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы делимся новостями из мира звука и эксклюзивными промо-кодами. Также у нас есть группы ВКонтакте и в Фейсбуке. И страничка в Инсте с классными фотками оборудования и розыгрышами. Все ссылочки будут в описании. А если это видео вам понравилось, было полезным или помогло с выбором, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео или обзор. Меня зовут Тринц, увидимся в новом ролике. Пока!